Привет! Это адвокат Иван Павлов. Поговорим о борьбе с терроризмом. Чудовищный теракт в Крокус-Сити-Холле заставил множество людей задаться извечным русским вопросом. Кто виноват? А точнее, кто это допустил? Почему люди с автоматами смогли просто ввалиться в концертный зал и начать стрелять по зрителям? Почему их никто не остановил? Чем в это время были заняты спецслужбы и полиция? Крокус-Сити – огромный деловой центр. Помимо концертного зала, там еще есть гипермаркет, кинотеатр, отель, выставочный комплекс, океанариум, торговый центр, яхт-клуб и даже свой собственный отдельный вход в метро. А рядом, в пяти минутах ходьбы, находится правительство Московской области, Мособлдума и Московский областной суд. Разумеется, такое место должны охранять так, чтобы мышь не проскочила. Полицейские дежурят и в метро, и в правительственных зданиях, и в самом Крокусе. Прямо на его территории есть свой отдел полиции, соседним со сгоревшим концертным залом корпусе. Достаточно выйти на улицу и за угол заглянуть. Но единственные полицейские на записях с места событий – это дежурный и кинолог с собакой на входе. Оружие, кроме собачьих зубов, я при них не заметил. Когда началась стрельба, кинолога видели бегущим к выходу вместе со зрителем, что стало с дежурным неизвестно. И все. Их коллеги, сидевшие все это время буквально через стенку, сообщения о теракте как будто не заметили. Другие коллеги – СОБР и ОМОН. На место все же прибыль. Но по данным корреспондента государственного агентства ТАСС, это произошло через час после первого выстрела. Пока ОМОНовцы полировали латы и протирали запотевшее забрало, террористов и след простыл. Здесь опять встает вопрос времени и места. Всего в 10 минутах езды от Крокуса находится главное управление Росгвардии. А при нем – база того самого ОМОНа. Почему тогда они ехали целый час? Яндекс.Навигатор сломался? Или были дела поважнее, чем вытаскивать людей из-под пуль и пламени? Впрочем, службы быстрого реагирования – это последний рубеж. Если стрельба уже началась, а счет жертв перевалил за сотню, значит задача правоохранителей в любом случае провалена. Теракт – это не кража. Его надо не раскрыть, а предотвратить. Почему это не удалось? Чего им не хватило? Личного состава? Да нет, людей предостаточно. В России одних только сотрудников МВД почти миллион. По числу полицейских на душу населения Россия обгоняет и Европу, и США. И это не считая Росгвардии и ФСБ. Чего-чего. А жандармов на всех хватит. Только предотвратить теракт это почему-то не помогло. Может, чекистам не достает хорошей системы видеонаблюдения, чтобы заранее находить боевиков с оружием? Да вроде бы нет. Камер тоже немало. В Москве их 76 на один квадратный километр. В три раза больше, чем в Берлине или Нью-Йорке. Причем камеры умные, с распознаванием лиц. Слежка в сети, как вы знаете, тоже беспрецедентная. Соцсети и российские мессенджеры читают как открытую книгу. Данные любого человека можно пробить за минуту. Владельцы аккаунтов в большинстве случаев легко вычисляются. А у Роскомнадзора даже есть проект по поиску террористов с помощью искусственного интеллекта. Чего тогда не хватает силовикам, чтобы предотвращать теракты? Полномочий? Это уж точно нет. В России люди в погонах могут делать все, что угодно. Даже хвастаться тем, как отрезают подозреваемому ухо. Ловить террористов им совершенно точно ничто не мешает. Проблема в том, что у российской правоохранительной системы напрочь сбиты приоритеты. Ресурсы, которые должны были использоваться для обеспечения общественной безопасности, направлены на политический сыск. Когда полицейские находят так называемых экстремистов, речь в большинстве случаев идет не о вербовщиках ИГИЛ, а о диссидентах или вообще о случайных людях, мирных и безоружных. Тут давеча несуществующую организацию ЛГБТ признали экстремисткой. И вот с ней силовики борются триумфально. А настоящих преступников с автоматами и взрывчаткой ловить опасно. Те могут и отпор дать. Зачем лишний раз с ними связываться? Ордена и медали можно получить и без риска для здоровья. ФСБ, к примеру, вместо террористов ловит комментаторов в соцсетях. Недавно двоих жителей Мариуполя задержали за посты о взрыве на Крымском мосту. Сам взрыв проворонили, зато комментаторов нашли. Теракт в Крокусе чекисты тоже проспали, зато задержали жителя Петербурга, который написал о нем злобный пост. С помощью уличного видеонаблюдения успешно ловят уклоняющихся от армии. А казанский стрелок, убивший девять человек в городской гимназии, спокойно ходил под камерами с ружьем. И его никто не остановил. Машины оппозиционеров отслеживают и по первому свистку тормозят, чтобы жизнь медом не казалась. При этом белый Рено с террористами из Крокуса успел удрать аж в Брянскую область за четыре сотни километров. Как будто вездесущая система слежки просто испарилась. О том, что в столице готовится теракт, было известно заранее. Американские спецслужбы еще в начале марта предупреждали, что Исламское государство, признанное террористической организацией во многих странах, планирует атаку в Москве. А вероятной целью может быть место проведения массовых мероприятий. Эта информация по специальным каналам была направлена российским спецслужбам. Но силовики к теракту оказались совершенно не готовы. Зато на похороны Навального нагнали целую армию ОМОНа. Даже ступить негде было. Так что вопрос, кто виноват, требует гораздо более полного и сложного ответа, чем может показаться на первый взгляд. Да, конечно, виноват ИГИЛ. Конечно, виноваты наемники, расстрелявшие безоружных людей. Но вина лежит и на силовиках, перепутавших родину с жопой президента. Они должны были заниматься своей работой и охранять общественный порядок, а не бороться с инакомыслием. Тогда этой и других подобных трагедий можно было бы избежать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова